МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот буквально сейчас школа отмечает уже 75-ю годовщину своей работы. С чем вас, в первую очередь, хотят бы поздравить, да, Олег? Поздравляю. Да. И давайте тогда и начнем. Расскажите немножко об истории. Я так понимаю, она у школы довольно богатая. Ну да, наша школа была образована именно в первую годовщину победы в Великой Отечественной войне, как школа лыжных гонок, конькобежного спорта и школа именно спортивной гимнастики для мальчиков. То есть потом в 60-м году было открыто отделение школы женской спортивной гимнастики. За промежуток времени было очень много реорганизаций, присоединений. То есть мы поднимали архивы всех этих лет, то есть составляли, так сказать, историю нашей школы. Она есть на нашем сайте triumfnsk.ru. Там можно с ней более подробно ознакомиться. В 97-м году отделение спортивной гимнастики было передано в Управление физической культуры и спорта. Ну, школа, как я уже сказал, она была, как я хотел сказать, точнее, была образована именно как школа по линии образования. И была таковой до 2018 года. В 2018 году мы перешли из департамента образования в департамент культуры и спорта и молодежной политики. Ну, сменили именно направление, так сказать, свое. То есть более профильно стали именно со спортивной подготовкой. Да, именно стали работать со спортивной подготовкой в связи с тем, что в образовании было нам, так сказать, места маловато, потому что там все-таки были результаты не очень важны, а было очень важно это массовость именно. То есть, а у нас высокие были результаты в отделении художественной гимнастики, спортивной аэробики. На тот момент у нас было, если я не ошибаюсь, 8 чемпионов именно России. И было принято решение, то есть перейти именно в департамент культуры и спорта и молодежной политики, сменить учредителя. Вот мы сменили учредителя и после этого у нас еще открылось новое отделение, такие вот, как, например, дзюдо, такие как мини-футбол, баскетбол. Сейчас у нас открывается отделение регби. Ого! Это первое такое профильное отделение по регби, да? Которое будет в городе Новосибирске, ну и вообще во всей Новосибирской области. У нас есть профессиональный спортивный клуб, Сибирь называется. И вот на данный момент мы открываем именно детское направление. Ну вот я знаю, да, про Сибирь. Все равно они же, ну, не в элите выступают. Они как бы на уровне их подготовки мы видели, да? Знаем, что ребята, конечно, молодцы, но все равно там до каких-то красноярских команд, им еще далеко. Далеко, но как бы это и есть одна из наших задач, то есть, все-таки, если мы начнем это развивать и потянутся, ну, дети придут заниматься. Ну, может быть, это не совсем ближайшее, но это в перспективе. А где занимаетесь, получается, где базируются школы? Я так понимаю, одна площадка вряд ли может вместить такие разные направления, да? Ну, однозначно, у нас 22 есть, так сказать, места, где мы занимаемся, и со всеми этими спортивными залами можно ознакомиться, опять же, на нашем сайте. Но самая школа, как базируется у нас на улице Есенина в Дзержинском районе, мы совсем недавно, так сказать, обрели свой новый дом, потому что мы арендовали небольшой там кабинет, то есть, школа, ну, значительно увеличилась и в количестве детей, и в количестве сотрудников, поэтому мы переехали в Дзержинский район, сделали ремонт в заброшенном, так сказать, помещении, и вот сейчас у нас там базируется школа. Там же мы сделали небольшой зал для дзюдо, там, для девочек, кстати, ну, небольшой, в районе 100 квадратных метров. Ну, а самые у нас основные места, где ведут занятия, это мини-футбол у нас, это Сепстрин, это в институте в Манеже, там у нас есть зал. У нас есть зал по мини-футболу, ну, Заря, центр спортивной подготовки, спортивная 2. Ну, и локомотив, это Первомайский район. Ну, только по всему городу, в принципе, так рассредоточен. У нас художественная гимнастика, это основная база, это стадион Спартак, и также дачная 35Б, ну, и немножко у нас гимнасток еще занимается в, также в Сепстрине вместе с футболистами. А рэгбисты? Рэгбисты, у нас отделение только открывается, и на данный момент планируется занятие на Горском микрорайоне, там планируется у нас большой набор рэгби, ну, и вот на Горском у нас будет рэгбийный зал. А, то есть, прям, это что-то, какой-то новый комплекс, новая площадка? Нет, это комплекс не новый, то есть, мы просто арендуем там помещение, мы ждем, ну, в ближайшее время, возможно, возможно, опять же, построится новый там комплекс рэгби, там, Федерация этим занимается, и Министерство спорта, насколько я знаю. Ну, это не наша задача, грубо говоря, наша задача это готовить резерв, все-таки сборная команды Новосибирской области, и мы вот планируем это делать на Горском микрорайоне. На данный момент мы уже подготавливаемся, ну, к тому, чтобы начать набор, у нас с 1 июля открывается набор в секцию рэгби, ну, вот как бы так. Если про дзюдо говорить, то дзюдо у нас это основная база на Плющихинском микрорайоне, 216-й школе, у нас там уже занимается около 150 первоклассников. Это новая школа, которая 2 года назад, по-моему, открыта. Да, да, у нас там 150 первоклассников занимается уже. Внушительно, как прям вместо физкультуры, на самом деле. Ну, нет, там 500 первоклассников просто, и мы из них смогли набрать 150, и в следующем году у нас по плану еще 150 набирать. То есть, ну, как бы достаточно большой там объем у нас детей, ну, вот, на Есенина, как я говорил, у нас занимается дзюдо. Ну, спортивная аэробика – это Бориса Богаткова 253-4 и Фонзу 96. Смотрите, вот вы назвали… Много я еще не назвал, потому что, ну… Ну, да, я так понимаю, это основные точки, если 22 места вы сказали. Ну, да, Машинин. Я к тому, что, смотрите, то есть, школа получается с момента своего исторического образования, где лыжные гонки были, да, и спортивная гимнастика, сейчас совершенно другие виды спорта. То есть, так получилось, что абсолютно поменяло свои… Профиль, да? То есть, профиль. Я еще раз вернусь к тому, что за промежуток времени, за 75 лет, некоторые виды спорта там два раза открывались и два раза закрывались. То есть, там сколько было видов спорта, ну, действительно, по крупице собирали эту информацию, потому что, ну, вот у нас есть история школы, как таковая. Это только вот с 97-го года, где, ну, мы знаем каждого, ну, воспитанника, каждого тренера, где вся информация сохранена. Недавно, совсем недавно мы нашли книгу, ну, так сказать, как раньше велась, результаты записывались. Там результаты 68-го года, и она была передана Центру спортивной подготовки имени Подгорного, потому что, ну, основная направленность школы была тогда именно спортивная гимнастика. И мы выяснили, что и Евгений Подгорный начинал занятия именно в нашей школе, именно оттуда. Там он именно свои первые шаги делал и первые результаты получал, именно будучи воспитанником нашей школы. Ну, получается, раз юбилей, то, наверное, есть какое-то празднование, может быть, юбилейные соревнования по какому-либо виду спорта приурочены. Ну, да, все соревнования, которые мы проводим в этом году, а мы проводим, ну, как минимум, по всем пяти видам спорта, которые у нас на данный момент есть. Двое соревнований мы уже провели по мини-футболу и по дзюдо. По дзюдо у нас собралось около тысячи участников. Это вообще рекорд всех соревнований в городе Новосибирске, когда... Это все только новосибирские участники, я так понимаю. Новосибирск, немножко была представлена и область, там приезжали, но основная масса, конечно, это город Новосибирск. То есть мы провели соревнования, чтобы приняли в них участие. Все воспитанники постарались охватить тех воспитанников именно нашей спортивной школы. И оно, конечно, было приурочено к 75-летию. Мы позвали всех ветеранов, которые работали в нашей школе. Правда, ну, немногие пришли в связи с ограничениями. Тут у нас возникли проблемы с коронавирусом. Ну да, мы понимаем, люди в возрасте. Да, они все в возрасте уже. Ну, некоторые из них у нас все-таки поприсутствовали на соревнованиях. Мы получили там памятные подарки. И планируем мы в этом еще месяце проведение художественной гимнастики 19-го числа в Спартаке. И спортивной аэробики планируем проведение 21-го мая. Ну и, конечно, у нас еще такое есть мероприятие, как сдача норм ГТО, который мы планируем 15-го числа, вот именно в 216-й школе провести. У нас собираются порядка 150 наших воспитанников, которые зададут полностью все нормативы ГТО именно в школе. А что касается их там тренеров, наставников, они не будут пример показывать? А тренеры и наставники, как раз вот у нас есть такой момент, мы сдали уже большинство, ну очень 18 человек у нас 17-го числа, именно уже вручение значков ГТО. И некоторые еще значки только там на подходе. То есть у нас порядка 30 человек сдали нормы ГТО. Как только пошли первые послабления с коронавирусом, и как только их можно было сдать. Поэтому у нас основная масса сдали. Если единичные люди кто-то еще не сдали, они, ну, я думаю, что подключатся. Потому что, я так понимаю, это наша не последняя акция, потому что мы проводим такое мероприятие совместно, ну, с МАУ-стадион, и мы не можем охватить всех за раз, поэтому мы выбрали первую и вторую ступени, и планируем еще сделать, ну, третью, там, например, и четвертую. Ну, в зависимости от количества спортсменов. Вот мы сейчас поняли, что мы первую набрали, у нас набралось 100 человек. Ну, мы можем охватить 150, поэтому мы добавили еще вторую ступень. Ну, а в будущем планируем, как бы, продолжить это. Все-таки это год ГТО, и мы, как бы, не хотим быть в тренде, так сказать. А вот у вас, как у профессионала спортивной отрасли, хотелось бы задать такой вопрос. Все-таки ГТО, наверное, в первую очередь нацелено на массовый спорт, да, но, в принципе, нормативы доступны любому, кто более-менее следит за своим здоровьем. У спортсменов, у них более, так скажем, содержательная вот работа именно в области подготовки своего тела, то есть, понятно, развитие мышцы и так далее. Для них насколько актуальны те нормативы ГТО, которые сдаются, и вообще, насколько актуальны вот этот принцип сдачи ГТО для профессиональных спортсменов? Ну, если мы говорим про первую и вторую ступень, то их сложно еще назвать какими-то профессиональными спортсменами, они обычные дети, и они только пришли и делают первые шаги в спорте, и поэтому это как-то тоже какой-то индикатор, посмотреть, насколько мы правильно с ними занимаемся, например, тренеры с ними занимаются, ну и так далее. Все равно это интересно, это важно, я считаю, для детей, и это только плюс. Ну, а с другой стороны, я всю жизнь занимался спортом, и в прошлом году впервые решил сдать нормы ГТО, ну и я скажу, что некоторые дисциплины мне дались достаточно непросто, хотя спортом я занимаюсь, как уже говорил, всю жизнь. Ну, еще хотелось бы сказать, мы уже много обсудили о том, как школа работает, какая у нее богатая история. Про день сегодняшний, наверное, стоит поговорить, про последние достижения, кто у нас, кем гордится школа сейчас? Ну, самые наши последние достижения, это наша команда по мини-футболу выиграла первенство России, ну это тоже, так сказать, какой-то для нас рекорд, потому что, ну, это впервые случилось, что мини-футбольная команда заняла первое место, это случилось совсем недавно. Это и есть тот самый триумф, да, наверное? Сверяк триумф, да, получается. И тут, как бы, как так сказать, мы очень неплохо, я считаю, это говорит о том, что мы очень неплохо поработали в режиме вот этом самоизоляции, когда было у нас велись дистанционные тренировки, ну, мы очень, так сказать, подошли к этому, я считаю, что ответственно. Ну, и у нас под дзюдо две девочки заняли третьи места на универсиаде, да. То есть, самой, да? Да, на той самой универсиаде именно, ну, в смысле, среди студентов России. У нас достаточно неплохо выступили художественная гимнастика, тоже, кстати, впервые выиграла наше гимнастское первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. Ну, то есть, результаты есть, и мы, как бы, не собираемся останавливаться, собираемся двигаться дальше. Возвращаемся в прямой эфир у микрофона Вероника Иванова. Также эфир сегодняшней программы ведет мой соведущий. Михаил Егимов. И у нас в гостях Валерий Баранов, директор спортивной школы «Триумф». Она празднует 75-летие, радует город наградами своих воспитанников. Я так понимаю, что богатая история и успехи воспитанников дают такие определенные, ну, как сказать, оправдывают, да, большие надежды впереди. Вообще, хотелось бы понять, что впереди, да, куда хочется развиваться. Может быть, какие-то виды спорта, развиватели, чтобы они, ну, не знаю, появились, да, еще. Ну, вот сейчас, да, о регби, я так понял. Что-то еще, может быть, какие-то задачи ставить уже. Ну, впервые в мини-футболе, да, выиграли. Может быть, еще теперь какая-то более серьезная задача. Ну, задачи какие? Ну, конечно, во-первых, мы уже подняли высокую планку для себя, поэтому соответствовать ей, ну, и развиваться во всех видах спорта, которые у нас в школе присутствуют. Как бы об открытии каких-то других, ну, говорить достаточно сложно. Таких планов нет у нас. Ну, честно говоря, и регби, то мы, ну, не сильно планировали. Просто когда появилась такая возможность, ну, мы ей воспользовались. Ну, а так у нас задача, конечно, развивать в первую очередь те виды спорта, которые у нас уже есть. — А вот что касается новых залов, да, насколько я знаю, вот недавно открылся зал на улице Петухова, да? — Александрит. — Александрит. Там, я так понимаю, тоже занимаются ваши воспитанники, да? То есть такие новые залы, они дают возможность в школе еще как-то дополнительные привлекательные людей? — Конечно, это достаточно очень сложно, вот, открытие новых залов. Это, ну, очень, конечно, трудоемкий, сложный процесс, но мы планируем там. Мы еще не начали заниматься, но наши баскетболисты, то есть они планируют там начать свой тренировочный процесс уже, грубо говоря, первого сентября. — Ну, я так понимаю, что там открытие такое торжественное, да, состоялось, а тренировки-то, в принципе, еще такие... — Да, то есть это открылся спортивный комплекс, а школы туда, ну, теперь начинают заходить. То есть мы заходим туда на равных условиях со всеми школами, и однозначно это не муниципальный, не государственный объект, поэтому мы туда заходим только на правах аренды. — А вообще, насколько, ну, в Новосибирске вот этот вопрос закрыт? Достаточно ли каких-то специализированных залов? Ну, я не знаю, вот про мини-футбол, например, если брать, да... — Вроде как сейчас заканчивают строительство, да, или что такое? — Даже главные команды. — Ну, идёт строительство, там какие-то есть определённые проблемы со строительством, я точно как бы не знаю, потому что не мы этим в полный рост занимаемся, так сказать. Но если бы этот зал открылся, конечно бы он нам очень сильно помог, потому что мы географически пытаемся охватить весь город. Вот если как, ну, вы уже заметили, да, у нас есть в Октябрьском районе зал, где у нас и начальная подготовка, и там же занимаются наши вот эти дети, которые стали победителями первенства старшие юноши. — И профессиональная команда много времени занимает. — Профессиональная команда занимает ещё время. Ну, это, с одной стороны, очень большой плюс, что ребята могут видеть, так сказать, своих... Видеть тех, на кого им стоит равняться, да. Ну, и с другой стороны, они, конечно, занимают, ну, много времени, которое бы мы тоже теоретически могли занять детьми. Ну, тут как не получится. Ну, на заре у нас в сентябре планируется очень большой набор. У нас оттуда уходит команда, переходит как раз на Сипстрин, поэтому мы там планируем набрать аж сразу четыре группы. Это, ну, достаточно большой объём. Также вот у нас есть зал на Первомайском районе. У нас есть районы города, которые не охвачены. Если там мы откроем какие-то специализированные залы, то, конечно, это было бы большим плюсом. Ну, а что касается других видов спорта, насколько я знаю, художественная гимнастика, да, очень сложно с ней, потому что требования к залу специфические очень. Ну, если мы говорим про залы, то, да, конечно, специфические. Для всех видов спорта специфические залы. Если ты говоришь про художественную гимнастику, то это высота потолка определённая, которая, ну, в принципе, мало в каких залах присутствует. Если говорить про спортивную робику, то там необходим помост, который тоже используется только в этом виде спорта, и его невозможно убирать и стелить. Если говорим про дзюдо, то там нужны татами, которые тоже, ну, нельзя, грубо говоря, зайти в какой-то зал, там позаниматься, выйти, и потом туда другой вид спорта зайдёт. Так это очень сложно делать. Если говорить про мини-футбол, то тоже, как бы, можно заниматься в залах, которые не совсем соответствуют, но играть на профессиональном уровне уже на первенствах России и Сибири, ну, такими командами вряд ли удастся. Да, набор можно делать, но именно заниматься уже подготовкой к официальным соревнованиям в таких залах достаточно сложно. Ну, и, наверное, хотелось бы, главная перспектива – это всё-таки набор. Вот вы говорите, что сейчас хороший набор ждать. Расскажите, как же записаться в школу и, вот, в частности, там какие-то, например, секции по рыбе. Я так понимаю, там ограниченный возраст, там 7-летних не берёте, наверное. Ну, всё-таки там дети с 8 лет планируются у нас наборы, там мы порядка 60 человек планируем набрать детей. Набор начнётся, как я уже сказал, 1 июля, и информацию эту можно будет о требуемых документах и о том, когда будут проходить эти контрольные нормативы, ну, для зачисления в школу, можно будет ознакомиться у нас на сайте. Также по футболу, мини-футболу, по дзюдо у нас начнётся набор только с 1 января, потому что, ну, у нас год начинает с 1 января, и там мы будем уже набирать. То есть, с 1 декабря, конечно, появится информация также на сайте у нас. А я думал, что как-то с учебным годом как-то соотносится. Ну, в данный момент нет, в данный момент у нас всё-таки с января мы ведём набор, мы, конечно, начинаем подготовку и уже какой-то там учёт этих детей начинаем в сентябре, потому что они обращаются, мы им говорим, когда, куда прийти, ну, и вообще 1 января мы зачисляем детей в школу. А есть какие-то подготовительные, например, ну, вот, хочется попробовать там что-то такое, может быть? Пробное занятие, может быть, посмотреть, да, или как вообще это дети-то? В первых у нас пробных занятий. Какие-то, может быть, группы предварительной подготовки, где у ФП что-то? У нас, к сожалению, нет, потому что мы из школы, как так сказать, недавно только перешли из системы образования, и мы только ещё, как бы, ну, вроде как перешли уже давно, 2 или 3 года, но мы ещё только перестраиваемся, это очень длительный процесс. И у некоторых школ есть, например, ну, платные группы, куда может ребёнок прийти, позаниматься, понять вид спорта. Мы, к сожалению, пока до этого не дошли. Нам не хватает времени в наших спортивных залах для того, чтобы осуществить, ну, выполнить то муниципальное задание, которое у нас есть. Ну, в перспективе, конечно, мы хотим, чтобы у нас были такие группы. Ну да, я думаю, что и воспитанников тогда станет, естественно, в разы больше, больше и медалей, и результатов. И нам самое главное интересует сейчас не уже качество ещё. Это будет качественнее, дети будут к нам приходить, потому что мы сможем проводить селекцию до момента зачисления. Ну, много детей всё-таки, там, ну, порядка, там, может быть, где-то до 50% допускается о том, что ребёнок пришёл, в течение первого года позанимался, ну, и отчислился всё-таки, ему не понравился этот вид спорта, или там, вообще понял, что он не спортсмен. То при наличии вот таких групп, ну, как бы, дети уже будут приходить, уже понимать, куда идут. В перспективе мы планируем, конечно, это делать. Да, ну и весь процесс, я так понимаю, станет осознанней для всех сторон. Всё-таки это профильное спортивное учреждение, поэтому здесь уже нацеленность на результат определённое присутствует. Много приходят ещё и детей уже, как бы, которые где-то занимались, например, в системе образования. Позанимался ребёнок год-два-три, там, перспективный ребёнок, родители поняли, что хотят заниматься спортом, но на более профессиональном уровне приходят к нам, и мы таких детей стараемся всех к себе взять. Ну что ж, сегодня мы рассказали об одной из самых больших масштабных школ спортивной подготовки в Новосибирске, о школе «Триумф», которая празднует юбилей, 75 лет своей работы, с чем ещё раз поздравляем всю школу и её директора Валерия Баранова, который сегодня вместе с нами рассказывал о спортивной школе, которую он и возглавляет. Спасибо большое, уважаемый гость, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Для вас этот эфир провели мы, Вероника Иванова, мой соведущий. Михаил Якимов. Мы встретимся через неделю на радио «Городская волна» в вечернем разговоре о спорте. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»